Всем добрый день, уважаемые гости-посетители, участники фестиваля «Былинный берег». Как меня уже Антон Романович представил, меня зовут Никита. Я действующий реконструктор, можно сказать, один из рупоров отечественного направления по изучению реконструкции венгерских воинов в период обретения Родины. Это как раз-таки отвечает тематике фестиваля, то есть это период 9-11 веков. И попутно рассказывая о моем личном опыте реконструкции, попутно рассказывая о принципе о такие венгры и как они наследили в истории, я просто расскажу про свой опыт, потому что на примере реконструкции нетипичных этносов можно как раз-таки судить о масштабах реконструкции в принципе, что это за процесс. И мне бы хотелось сказать, что на самом деле процесс исторической реконструкции весьма неблагодарный, потому что надо понять такую истину, что полная реконструкция, она невозможна. То есть все по большей части, что мы с вами здесь вот видим на фестивалях, на участниках, это версия, стилизация или как мы и любим, иронично называть, косплеем. Потому что полная реконструкция, она возможна только вот по тем предметам, которые до нас дошли, ну или вот в идеальном состоянии полном, ну или хотя бы частичном, по которым можно его восстановить. А таких предметов, как вы понимаете, это оружие, металлопластика, и самый больной вопрос — это одежда. Поэтому все викинги, славяне, все европейцы, которые вы в том числе на фестивале видите, по большей части это все такая стилизация, основанная на частично археологических каких-то находках, и по большей части на изобразительных и письменных. Что касаемо реконструкции древних венгров, то, будучи кочевым народом, они оставили очень мало информации, которая, как правило, скапливалась в каких-то их местах временной дислокации, стоянках. Археологические раскопки ведутся по сей день. На самом деле надо дать должное самим венграм современным, потому что это их национальная идея, о которой мы с вами тоже сегодня поговорим, потому что они уделяют очень много этому времени, вниманию и даже финансированию, сопоставляя как раз-таки то, что происходит у нас. Итак, кто же такие венгры или, как они сами себя называют, мадьяры? В современной Европе это весьма исключительный этнос, потому что он не относится ни к одной языковой группе европейской, европейской. Это племя, которое пришло в конце 9 века на европейские равнины. Они относятся к угорской языковой группе или уральской языковой группе. Поэтому те венгры, которые пришли в 9-10 веках, они к европейской культуре не относились. Сами венгры или как они себя называют, мадьяры, тоже очень интересный вопрос, потому что мадьярами называют себя только сами мадьеры. В Европе их называют хунгарианс или саму венгрию хунгария. Сопоставляя их с хуну или с гунгами, тоже этот вопрос сегодня рассмотрим, он весьма любопытный. В Восточной Европе мы, собственно, сами их называем венграми. Это слово, которое произошло предположительно от польского вейгир, который предположительно, опять-таки, может происходить от угров, огуров и так далее. Будучи как бы уграми, собственно, в самом, прости господи, украинском языке, как бы венграми называют уграми саму страну Венгрии угорщиной. Поэтому название этого этноса, оно весьма многогранное. Но сами венгры называют себя мадьярами. Сами мадьяры — это не этнос, это союз, это конфедерация племен, нескольких племен, ну, по крайней мере, в современной истории насчитывается около семи. Она была полиэтнична. Там были не только угры, там были и представители и тюркских каких-то этносов, потом, позже, к ним присоединились кабары, ну, это как бы такое отвлечение хазар. Поэтому это вот был такой вот котел этносов, который стал формироваться еще до нашей эры, на самом деле. Предки венгров, еще тех венгров, которые пришли в конце IX века в европейскую равнину, по крайней мере, предположительно. Это было такое слияние поздних хуну и ранних сармат. Изначально угры были полукучевым народом, которые занимались рыболовством, охотой, и на фоне развала великого тюркского каганата те угры, которые начали кочевать южнее, они столкнулись с отколовшимся куском великого тюркского каганата и попали под влияние тюрок. И, соответственно, слова, связанные с войной, с военным бытом, они, как правило, тюркского происхождения. На рубеже VI-VII веков венгры стали откачевывать на Запад, так сказать, обретать Родину. У них, в принципе, этот процесс так и называется, процесс обретения Родины, который завершился как раз-таки аккуратно в X веке. И одна из проблем — это происхождение той самой Магна-Хунгария или Великой Венгрии, которая, в общем-то, сегодня предположительно, гипотетично, это придуральская низменность, это территория современного Челябинска, но это как бы предположительно. И как бы современные Венгрии, археологи, они до сих пор ищут, но пока по умолчанию это вышеуказанная область. И где-то на рубеже VII веков они начинают откачевывать на Запад, продвигаясь по Черноморью, по территории современной Украины, мимо Миной-Киев и пересекая Карпаты, и, собственно, уже в конце IX века они попадают в современную Панонию. И, будучи кочевым народом, они, засранцы, мало себя на самом деле что оставили. Есть очень богатый материал, связанный с металлопластикой, с оружием, с доспехами, но при этом очень скромные текстильные находки. А текстиль, как вы понимаете, он необходим именно для самой исторической реконструкции, потому что, ну, ходить на гишом с саблей, понятно, в шлеме, как бы это неприемлемо, нужна какая-то одежда. А одежду в Венгрии они не оставили. Вот. И это как раз-таки… Вот. Все. Есть. Отлично. Так. Так. Это про Венгриев мы рассказали. И как раз-таки, занимаясь исторической реконструкцией, пытаясь воссоздать образов, неважно какого этноса. То есть мы просто как бы на примере моего, да, венгерского, разберем, в принципе, сам процесс в целом. Мы берем, как правило, три основных источника. Это письменные, археологические и изобразительные, естественно. Так вот, у венгров с археологией, как я сказал, есть достаточно богатый материал по металлопластике, по оружию, по железу, но при этом практически полностью отсутствует текстиль, необходимый для реконструкции одежды. Вот. Спасибо византийцам, которые оставили нам письменные упоминания об этих венграх. Это как раз-таки Константин Багринарёдный и Лев Мудрый. Потому что, будучи достаточно непоседлым народом, в девятых-десятых веках в Венгрии весьма сильно нашумели на территории современной Европы и при Черноморье. И один очень большой, серьезный помощник при реконструкции воссоздания образов является венгерская тарефтика. То есть это изображение на металлических сосудах. Это отдельная культура. Как раз-таки венгерская тарефтика, она, как правило, изображает какие-то мотивы, лики. Скорее всего, это были вожди или представители очень знатных народов. Здесь, конечно, очень плохо видно, но на блюдах изображаются, как правило, всадники со сценами, возможно, соколиной охоты, на которых зачастую изображены какие-то элементы одежды, которые даже прорисовываются. То есть те же самые запахи, лацканы, отвороты, складочки на юбке. Это все, конечно, очень схематично, особенно учитывая, что это все делалось вручную в чеканке. Конечно, никто детально это все не вырезал и не отчеканивал. Но это дает очень серьезные нам пункты, от которых мы можем отталкиваться при формировании тех или иных выкроек или взаимствований от имеющегося материала. И, собственно, костюм, который на мне сейчас представлен, он базируется на компиляции нескольких источников, в том числе и археологических, и изобразительных. Изобразительные, я как уже отметил, это таревтика, это блюда, которые нам показывают то, как это схематично выглядело вживую. Археологически у нас есть богатый материал на территории современного Кавказа. Это та же самая мощевая банка, то есть балка, это представители салтово-маяцкой культуры, те же самые аланы, благодаря климату которых в этой области сохранились практически полностью предметы одежды. И, на самом деле, вся современная реконструкция качевого мира, качевого народа, неважно, хазар, тюрок, тех же самых венгров и алан, она по большей части базируется на аланских находках. И все, что мы делаем, по сути, на самом деле подгоняем под тот материал, который аккуратненько можно подвести к своему этносу. Но это те реалии, с которыми нам приходится работать, приходится сталкиваться. И в исторической реконструкции, собственно, важно не то, что ты делаешь, а как ты это обоснуешь. Потому что хорошая обоснованная вещь, она, в принципе, имеет право на существование. Если ты просто берешь какую-то вещь и говоришь, я так вижу, я так хочу, ну, тебя вот это выиском покрутит, у головы, как бы, хотелки как бы есть у всех. Собственно, сам процесс исторической реконструкции, это к нему все относятся по-разному. Чем она замечательна? Она многогранна, она отражает современную жизнь. То есть вот как в жизни у нас есть у всех хобби, у нас есть какие-то увлечения, то же самое в реконструкции. Там одни мальчики приходят за войной, другие уходят в крафт, в ремесло, кто-то принимает научные деятельности, воссоздает предметы, то же самое как бы и здесь. В этом реконструкции это постоянный процесс, это постоянный поиск. И это особенно касается сложных этносов, например, такие как Венгра. И проблема тех же самых Карпат, то есть это как раз территории современной Венгрии, что их почва практически полностью не пригодна для сохранения органики. Там текстиля найдено прям вот такими маленькими фрагментами, которые нам просто подают представление о том материале, который они использовались, но вообще напрочь не дают никаких показателей о том, как это все выглядело и, собственно, не дает нам возможности реконструировать тот же самый крой. Но по некоторым деталям, как я говорил, если обосновать вещь на той или иной какой-то находке, можно как бы и оправдать ту или иную версию. И прослеживая весь путь венгров, они чуть больше, чем за один век преодолели практически территорию с современного Урала до современной Венгрии. Они останавливались на всевозможных местах дислокации и, собственно, на местах их стоянки находят всевозможные предметы. Кстати, по большей части сейчас в том же самом Челябинске происходят раскопки благодаря Венгерской академии наук, которую спонсировали, по крайней мере, раньше. Сейчас один из рупров венгерской археологии, Тюркатила. Он, кстати, достаточно неплохо говорит по-русски. Он достаточно регулярно приезжает в Россию. Очень контактный человек, как наши археологи, очень большое спасибо. Он периодически может даже отвечать и давать некоторые инсайдерские информации касаемо того или иного предмета или локации. Но мы все-таки будем отталкиваться от опубликованных вещей, не будем спойлерить. Так вот, какие текстильные находки нам известны, по которым мы можем оправдать тот или иной крой, делать какие-то выводы о внешней одежде. Во-первых, это одна из таких крупных ранних стоянок, как Большие Тиганы. Это территория современного, около Казани, это Поволжье. Там достаточно крупная стоянка, там останавливались не только венгры, то есть это, в принципе, все паволжские народы, которые там проводили свой досуг. В том числе отметились и ранние мадьеры. И в одном из женских погребений, здесь, конечно, очень плохо видно, но в одном из женских погребений сохранился достаточно большой текстильный кусок со следами органикой, соответственно, который дает представление, что при жизни это была шуба меховая. Благодаря металлопластике, то есть окислению поясных накладок, произошел процесс консервации текстиля, который был на нижнем слое, и, соответственно, вот этот текстиль, собственно, он и сохранился. И там под накладками пояса остались остатки фрагмента шелка, заложенные в складки. То есть была отрезная юбка, соответственно, это линия талии, следовательно, юбка была отрезной, которая закладывалась в складочки. Это тоже достаточно распространенная тема, распространенная мода, которая отражена не только в археологии, но и на всевозможных изобразительных источниках. И, собственно, под слоем шелка были уже обнаружены остатки меха. Первый кусочек. Также есть несколько находок на территории самой Венгрии и близлежащих территорий, например, как вот в Верхней Австрии. Там тоже в районе поясов, благодаря металлопластике, спасибо вообще поясам на самом деле за это, потому что окисление творит чудеса, оно, в принципе, такое, как естественный консервант. Сохранились всевозможные элементы, которые нам дают отдаленное, но все-таки представление о том, что верхняя одежда, парадная одежда, она изготавливалась из дорогих материалов. Это был шелк. Центры производства шелка — это, собственно, современное Причерноморье, это Византия, как ближайший источник. И, как правило, юбка была отрезной и иногда закладывалась в складки. Это уже достаточно для того, чтобы делать версии для внешнего облика. По крайней мере, верхняя парадная одежда. И гораздо проще уже заниматься реконструкцией материальной культуры по археологическим находкам, которые доходят до нашего времени. Это, как я говорил, всевозможные железные предметы, металлопластика, непосредственно те же самые шлемы, пояса, какие-то украшения, предметы, вооружения. Все по ним можно достаточно детально сделать и проработать образ, и включить его в свой комплект. То есть тут с этим вопросов нет. Другой вопрос о таких простых бытовых вещах, казалось бы, как о нательной одежде. И тут приходится подходить к вопросу с нескольких сторон. Соответственно, что же нам известно про то, как выглядели в обычной жизни те же самые кочевые народы и венгры. Это, в принципе, ничего на самом деле. Потому что, как я говорил, текстиль не сохранился. Поэтому тут приходится изворачиваться, придумывать какие-то версии и обоснования. И тут приходится заниматься, подходить комплексно к этому вопросу. Прежде чем понять, что могли носить венгры, надо было понять, кто такие сами венгры и с какими культурами они взаимодействовали. И, как я говорил, по крайней мере, те венгры, которые пришли в X веке, их Y, хромосома, она больше соответствует финно-угорской группе. То есть, опять-таки, сам венгерский язык, который дошел до нашего времени, он дошел практически в малоизмененном состоянии. И сам этот факт говорит о том, что большую часть венгерской орды все-таки состояла из угров. Те погребения высокопоставленных, вождей с богатым инвентарным набором, с дорогим инвентарем, дорогим вооружением, антропологический анализ показывает, что они все-таки принадлежали к тюркской культуре. То есть, что тоже нам говорит о том, что правящая верхушка была тюркская, была тюркоязычная, а те, которые слои пониже, они уже состояли всех остальных. И уже на момент прихода в саму Панонию, в саму Венгрию, там начался вот этот микс вот на подуфе как гнезда, о которой вам говорили, потому что тут и угры, и тюрки, и хазарские кабары, и местное население славянское, и все это отражается в антропологическом анализе венгерского народа. И вот на основе всех этих данных, собственно, мы начинаем думать, ну не фантазировать, конечно, но анализировать в принципе о быте и о внешнем облике тех или иных предметов одежды. Как, например, нательные рубашки. Нательная рубашка достаточно архаичный предмет. И реконструируя крой, мы опять-таки начинаем сравнивать его со славянским, этнографическим, с иранским материалом в том числе. Поэтому, например, на основании того, что ширина полотна была, как правило, небольшая, ткацкая, есть очень много всевозможного материала, который говорит о том, что начиная с тех же седьмых-восьмых веков краели с вырезом посередине, вот как эта рубашка нам не представлена. И вот на примере находки рубашки из Витебска, свита из Витебска, видно точно такой же крой. Вроде бы расстояние между локациями большая, а крой и принцип один и тот же. И вот наподобие таких вот предметов, такого анализа, мы как бы вот начинаем говорить о том, что в принципе самые простые вещи, они были очень архаичны, элементарны для многих культур. И тем самым оправдывая включение в тот или иной комплекс. С доспехом и вооружением все гораздо проще. То есть есть как минимум одна находка шлема на территории современной Венгрии. Она не венгерская, предположительно. Она относится к так называемым шлемам типа черной могилы, то есть это достаточно известный курган на территории современного Чернигово. Сергей Юрьевич Кайнов считает, что центр производства таких шлемов был где-то на территории современной Кубани. Но тем не менее, не учитывая, что у тех же самых венгров были тесные контакты со многими народами, в том числе в письменных источниках говорится, что они до трех десятилетий были вассалами тех же самых кабарских ханов. Естественно, были всевозможные культурные взаимопроникновения, что отразилось в том числе и на внешнем облике и предметах, которые входили или выходили из быта. Поэтому, например, у ранних венгров в составе женского комплекта они носили, еще наборные пояса, а уже на приходах в панонии в женских погребениях эти пояса отсутствуют. То есть, опять-таки, что-то произошло, что потом отражается в археологическом материале. С вооружением тоже все достаточно просто и прозрачно. Это достаточно характерные для кочевой культуры воинской топоры-чеканы копья, сабли. То есть тут, в принципе, не будем на это отвлекаться. Достаточно характерно для всаднической кочевой культуры. А вот предметы из быта уже из себя представляют микс, который как раз-таки уже в приход в панонию, в X век, начинает отражаться и на быте самих венгров. Сами венгры, в общем-то, кочевой народ, они становятся уже оседлым к XI веку, то есть когда происходит начало процесса образования государства и, собственно, христианизации. До того момента это был кочевой, полукучевой народ. И, соответственно, у нас есть и возможные артефакты, находки, которые говорят в пользу того, что использовались те же самые юрты, какие-то характерные для всаднической культуры там нагайки, плети, там те же самые поясные сумки, ташки и так далее. Но уже, будучи в панонии, начинают проникать и европейские предметы культа, например, как те же самые кресты, что говорит о том, что начинают происходить процессы христианизации, начинают происходить процесс оседлости, меняются жилища. Если раньше, как правило, были какие-то юрты, переносное жилье, то теперь у нас появляются стационарные землянки, полуземлянки, которые, скорее всего, были позаимствованы у местного славянского населения, но которые достаточно широко и ярко представлены в археологическом материале близ больших курганных групп. И вот занимаясь всем вот этим, вот анализируя весь этот материал, начинаешь создавать свой комплекс. То есть не так важно сделать саму вещь или заказать ее, чтобы включить ее в комплекс, надо понимать, для чего она нужна и как она работала. Потому что проблема реконструктора в том, что все-таки мы не до конца отдаем отчет, что мы делаем и для чего. Потому что приехать на фестиваль на четыре дня, потом уехать к себе домой в блага цивилизации, это не то же самое, что постоянно жить в таких условиях. Поэтому делая одежду, одежда должна быть функциональной. Ставя жилище, жилище должно быть мобильным, оно должно быть быстро разбираемым, быстро собираемым, чтобы если что-то произошло, можно было куда-то уехать. Потому что, как правило, приезжая на фестивали, мы, можно сказать, четыре дня превозмогаем все эти условия, потому что знаем, что мы скоро приедем домой, где у нас ждет горячий душ, теплая постель и туалет. Занимаясь тем же самым скандинавами, викингами или тем же кочевыми венграми, надо понимать, что люди, весь их образ жизни складывался вокруг тех или иных обстоятельств. То есть у славян, будучи с оседлым народом, с ними еще попроще, их образ жизни достаточно близок к нашим современным понятиям. Вот у скандинавов, в принципе, на самом деле, те же самые, почти кочевники, можно назвать. Они, можно сказать, тоже вели полкочевой образ жизни, ну, передвигаясь не на лошадях, а на ладьях. И надо тоже понимать, что когда у нас тоже реконструкторы уходят в походы, как бы туалетов нету, один товарищ тебя держит с борта, пока в то время, как ты делаешь все остальные свои дела. И нам кажется, что это как бы диковато, странновато. Но вы денечек-другой на веслах постоите, перестанете, устанете терпеть, и вам уже будет все равно. Вы уже будете готовы протянуть руку к первому товарищу, лишь бы уже за борт не упасть. И как бы к этому все привыкают. То же самое как бы и с кочевниками. Таскать юрту, по личному опыту, тот еще геморрой. Она в среднем весит по 100 килограмм. И какая-нибудь легковая машина всегда выдерживает, учитывая, что вы не просто берете с собой юрту, вы берете с собой вещи, вы берете с собой какие-то предметы мебели обязательно, потому что все мы хотим все-таки не на земле спать, а на кроватях. Ну, например, я. Я на земле гипотетически не могу спать. Мне неудобно, я не усыпаюсь, поэтому приходится брать с собой кровать. И как бы в современных условиях таскать на машине это все достаточно удобно. Пока пружины выдерживают. А для X века, скорее всего, это было более масштабно. Это были какие-то, возможно, те же самые кибитки. Это был организованный целый процесс. И отсюда вопрос. Кочевой народ, тех же самых венгров, предположительно, они насчитывали Орду до 30 тысяч человек. 30 тысяч воинов. И, соответственно, при каждом воине должна быть своя жена, возможно, даже не одна. Это еще какая-то свора детей, не по одному коню, потому что должно быть, как правило, парочку сменных. Соответственно, и еще старики. И, соответственно, эти 30 человек превращаются в 120. Плюс-минус. И вся вот эта Орда на протяжении века с небольшим проходит на территории современной Южной Европы. И, несмотря на все сложные процессы, болгарские войны, взаимопроникновение с казарами, с казарской культурой, они сохранили свой язык. И вот как раз-таки вот этот факт говорит о том, что, как я уже раньше высказывался, венгры по большей своей части состояли из представителей финно-угорской языковой семьи. Что-то меня в сторону занесло. Еще один, кстати, очень интересный вопрос. Почему венгров сопоставляют с гунами? Вот этот вопрос, который до сих пор бьются очень многие исследователи, задаются вопрос, потому что гунское нашествие это 3-4 века, приход венгров это конец 9-го. И, тем не менее, во многих европейских источниках их как бы сравнивали с гунами. Современная история это объясняет тем, что они вели очень похожий образ жизни, они как бы выглядели так же. Ну, кочевник, кочевник, лошадь, лошадь, фрукт, фрукт, какая разница. Поэтому это как бы гуны. Но события произошли с разницей в 4 века, условно говоря, в 5. И мне, если честно, слабо верится, что спустя столько столетий как бы тех же самых венгров могли сопоставлять с тем народом, который был до них за несколько веков до. Потому что те же авары, предшественники венгров, которые тоже были кочевниками, они тоже навели шороху в Европу в свое время, они тоже сели на территории современной панонии, и которые, к слову, после прихода венгров, они с ними ассимилировались, остатки авар, их так и называли аварами. А вот венгров почему-то гунами. И, собственно, само их название, европейское название «Hungarians», то есть «Hungarian», «Hungary», оно идет антимологически от названия древних венгров. И, в общем-то, у самих венгров они очень любят, они очень гордятся, они считают, что они потомки тех самых гунов. У них «Аттила» — одно из самых популярных имен на самом деле в современном языке. Там «Тюрк», «Аттила» и прочие тюрскоязычные имена. У них очень много схожих всевозможных элементов мифологии от древних гунов. Там та же самая легенда, как «Священный орел Турул», «Священный олень». Это, кстати, очень хорошо, ярко отображается в металлопластике. И отсюда вопрос. Возможно, есть некий хронологический сдвиг повествования событий. Не будем ударяться в конспирологию, но все вот эти детальки, которые сопоставляют между собой, уж они какие-то слишком явные. Поэтому возможно, возможно, я ни на что не претендую, что события, которые произошли в конце IX-X веков, на самом деле это могли быть те же самые события, описанные в IV веке. Но это так просто, на подумать. Что мне еще интересно рассказать? Ну и учитывая, возвращаясь к вопросу о реконструкции, этот процесс бесконечный. Каждый год, каждый сезон происходят какие-то новые открытия, какие-то новые идеи, новые детали, которые порой заставляют полностью пересмотреть подход к тому или иному восстановлению, реконструкцию образа. Поэтому процесс практически неостановимый. Если, конечно, он вам не надоедает, в конце концов, и вы все бросаете и начинаете заниматься чем-то новым. Но для тех, кто кайфует от этого, кто получает удовольствие от процесса, от постоянного процесса поиска, заказов, он в этом себя и находит в исторической реконструкции, чем она и замечательна на самом деле. На самом деле, мне будет проще сейчас отвечать на вопросы, если они у кого-то имеются. Потому что я думаю, они у кого-то имеются. Давайте. про башкир, да, наверное? Про башкир, да, наверное? Ну, во-первых, спасибо за лекцию. Во-вторых, как раз-таки про башкир. Вот у башкирских археологов есть споры. Одни считают то, что вот в башкире проходили венгры, другие говорят, нет, не проходили. То есть по материальной культуре, по дебирскам, если я не ошибаюсь, были найдены, было найдено что-то похожее на материальную культуру мадьяр. И вот хотел бы спросить, как вы считаете, проходили в башкире они или нет? Второй вопрос. Марти слушал лекцию про венгерские щиты и на одном изображении визуальном я увидел что-то похожее на умбон. Были ли на мадьярских щитах умбоны? Спасибо. Ну, современные исследователи, научные, они, в общем-то, сопоставляют, да, что на территории современной Казани, Татарстана, Башкирии они являются родственными. В первую очередь потому, что, как я говорил, венгерская конфедерация, она была полиэтнична, то есть с нее ходили многие этносы. Поэтому, опять-таки, сравнивать те же самые х-хромосомы, антропологические анализы, сравнение материальной культуры, они, естественно, имеют очень много общего. Но при этом надо учитывать, что, в принципе, вся кочевая культура на период раннего средневековья она очень похожа, потому что они вот тоже варились вот в этом, не смотря на все вот эти большие расстояния, они варились в одной вот этой культуре, кочевой, и поэтому они что-то у себя перенимали, что-то занимали, обменивались, поэтому, например, в тех же самых больших тиганах имеются вещи, которые практически полностью повторяются уже в поздней Панонии или наоборот, в Поволжье, поэтому это тоже надо учитывать. Но современные исследователи, да, они считают, что как бы башкиры, татары, условно говоря, называя их татарами, современными, они в том числе могут быть родственными, просто потому что состав конфедерации был политичен. Второй вопрос касаемо умбонов. На данный момент археология не дает никаких нам представлений о том, в принципе, как выглядели венгерские щиты. Есть письменные источники тех же самых византийских императоров, которые говорят о том, что они очень любили дистанцироваться, то есть они в первую очередь использовали луки для дистанционного обстрела и в рукопашку они ходили очень неохотно. То есть это уже если совсем в край или добить противника, или уже как бы противник находится на расстоянии нескольких десятков метров, как бы все, да, в ход уже пускались и копья, и сабли, и топоры, и бросалась пехота. Но в первую очередь венгеры всегда старались дистанцироваться и на расстоянии выстрела. И, собственно, вот эта тактика на самом деле им позволяла первые полвека десятого века практически беспрепятственно, безнаказанно грабить всю западную Европу. На самом деле вот этот период, десятый, середина десятого века до 955 года, это самое золотое время обретения Родины, потому что они не встречали никакого организованного сопротивления, и все богатство, которое они накапливали, на момент середины десятого века, второй половины, венгрии были одни из самых состоятельных этносов в современной Европе, потому что они просто грабили, приходили, забирали, они даже могли настолько наглеть, что даже останавливались на зимовку в Европе в тех локациях, которые были подвержены разграблению, и им ничего не сделалось. И только уже при императоре Оттоне, птицелове, который начал организовывать оборону, договариваться с соседними графстами и так далее, он уже в 955 году дал им отпор. Поэтому те же самые византийцы. Они описывают, что венгры использовали луки, в рукопашку они шли только в последнюю очередь, и учитывая этот факт, что будучи верхом со щитом не особо удобно стрелять из того же самого лука, можно сделать вывод, что щитами они, если и пользовались, то они, скорее всего, полностью из органики, которые просто до нашего времени не дошли. Потому что современная археология в тех местах, в тех погребениях, которые связывают с венгерской культурой, с венгерским этносом, они не дают вообще никаких намеков на это. Там просто было изобразительное источник. О каком блюде идет речь, о каком изобразительном источнике? Заранее скажу, в той лекции упоминая, в основном говорили про щиты, когда венгры не кочевали в Европе, то есть они когда были где-то в Сибири, насколько я понимаю. Это совсем ранний-ранний. Да-да-да. Ну, вполне возможно, но опять-таки, надо понимать, что изобразительный источник, мы его всегда рассматриваем через призму наших отелок. То есть, несмотря на одно изображение, кто-то видит там щит, кто-то видит умбон, кто-то видит, не знаю, столичный черный хлеб. Узнаю, условно говоря, конечно. Вот, поэтому в первую очередь, да, лучше в этих моментах отталкиваться от археологии. Археология пока нам ничего подобного не дает. Есть умбоны на территории самой Венгрии, но они ранее. То есть, это как раз самое позднее, это седьмой век, это еще до прихода самих венгров, и, соответственно, эти умбоны относятся уже к аварской культуре. А начиная с конца 8-9-10 века никаких умбонов на территории Европы пока к венграм не относятся. То же самое касается и ранних погребений на территории то же самое современной Украины, там субботевский комплекс погребений, там ничего подобного не находится. Поэтому пока, да, щит для современного реконструктора это больная тема, потому что все мы ходим там, хотим и саблей помахать, вот, и щит как бы для этого необходим. Но вот со щитами пока приходится использовать версию щита с горы Мук, щита из тюркского погребения в Туве, которые сделаны полностью из органики, были полностью деревянные, вот, круглой формы классической, вот, но вот просто это как компромисс. Благодарю вас, спасибо большое. Добрый день, спасибо за лекцию. Хотелось вот такой вопрос задать. Красивая сабля, значит, такая интересная имеется, и вот, тоже, как подсказывают, вспоминаю, в Гнездово много венгерского влияния, оно отображается, там, ташки мы знаем, пояса наборные, и наконечник сабли вот там найден. Мне вот интересно, для, ну, как у всех принято, это в основном, как бы, да, у кочевых, типа, народов было в обиходе, а вот для народов, которые, ну, как бы, на конях не сильно от ошибки там воевали, да, ну, может, на территории России, мы знаем тип-2, красивые узорные, там, такие шлема, вот, как это использовалось, могло ли это, или это аксессуар, там, допустим, для статусности могло носиться, или же для боя, как это в бою вы могли использовать, пешего, имеется в виду, как вот эти аксессуары могли использоваться в бою. Сабли, сабли интересные. Сабли, сабли в венгерском составе, как я говорил, сабли уже используются только в самую последнюю очередь, то есть в первую очередь это регалия, потому что, по крайней мере, современная археология на примере венгерских погребений говорит о том, что сабли были очень богаты, ну, это, конечно, есть примеры и у совсем простых, но в погребениях, которые нам дают очень богатый археологический материал, вот, сабли были очень богато украшены, вот, с большим количеством применения серебра, чеканной работы, позолоты, и надо понимать, что это оружие было больше статусным, ну, как с Каролинками, те же самые, на самом деле, вот, но, опять-таки, ввиду того, ввиду некой традиции, да, венгерских воинов дистанцироваться на поле боя, эти сабли, как правило, шли уже в самую последнюю очередь, поэтому, в первую очередь, это просто красивые регалии. На фоне взаимокультурных обменов, которая там отражена в том же самом Гнездово, на территории, там, Чернигово, Южной Руси, доходящей до Бирки, да, в том числе, в Бирке очень много венгерских следов, это лишь может говорить о том, что связи, этнические связи на период того же самого раннего Средневековья были весьма обширны и развиты. То есть, надо понимать, да, что, как бы, современный археологический материал, это такая воронка, там, идущая от X века, заканчивая уже вот нашим периодом, и вот тот процент, который мы с вами имеем, это лишь вот какой-то кусочек, который вот нам дает о том, вот, как выглядела вся картинка. И по тому количеству венгерского материала, который мы сейчас имеем, там, там, в том же самом, гнезда и в Бирке, можно говорить о том, что их процесс присутствия, их процент присутствия был гораздо шире. Вот. И только, как бы, остается гадать, как бы, на фоне чего. То, что уходили в наемники, да, это, как бы, в принципе, подтверждается той же самой археологией, там, письменными источниками, те же самые сражения князя Святослава, когда он их ставил вместе с печенегами, которые венгрии ненавидели, они просто терпеть их не могли, потому что ченеги их вытеснили с Причерноморья. Вот. Как бы, просто говорит о том, что всегда, звонкая монета всегда решает, поэтому наемничество было, как бы, не в новинку. И они доходили вплоть до, до северов. Ну и, соответственно, на фоне того, что дружинная культура, а венгрии, в принципе, на период Панонии, уже складывается дружинная культура, причем, на фоне, опять-таки, культурного, с викингами, да, со скандинавами, потому что в самой Венгрии на самом деле очень много скандинавских следов. Возможно, те же самые скандинавы, они, как бы, вот, их присутствие было, вот как вот в Гнездово, на территории Руси, и оно не меньше было самой Венгрии. Вот. И поэтому на фоне этих же самых культурных взаимообменов, как бы, мы можем говорить о том, что, в принципе, люди, народы, как в наше время, они общались достаточно на короткой ноге, все решалось просто логистикой. Вот. Ну, понял. Второй вопрос хотелось точнить о том, опять же, Гнездово. Мне, значит, человек говорит, мол, вот рядом Шестовица, да, мы знаем полиэтничное, мультикультурное захоронение в Гнездово, и в Шестовицах у нас есть сапоги, обувь, да, вот, насколько я помню. Фрагментом такой найден, да. Вот, ну, как бы, по сути-то наличие есть, да, захоронение есть, то есть, по факту было, было. И так как в Гнездово мы не имеем никакого находок по обуви, мне говорят, мол, ты можешь даже это использовать в реконструкции образа. То есть, насколько это вообще обосновано, могло ли быть такое? Это интересно. Ну, прежде чем использовать ту или иную вещь, помимо того, что, да, опять-таки, современные реконструкторы, они стараются перенести современный какой-то быт, современные там условия в реконструкцию. Поэтому все любят там высокую обувь, там те же самые условные берцы с хдбю, восьмой тип, все хотят носить сапоги, но надо понимать, что сапог это саднический предмет. Он нужен для того, чтобы как бы предохранять то же самое глинище, стирание одежды, будучи верхом. Ходить все время в сапогах это то еще удовольствие, потому что нога просто банально устает. Вот, скорее всего, сапог в нашем понятии, да, это какой-то такой очень яркий маркерный элемент, который вот можно пощеголять, но это в первую очередь утилитарный, это обувь утилитарного назначения для верховой езды. Поэтому, когда мы говорим о том, что можно ли использовать сапоги в гнездово, мы должны понимать, а для чего. Если мы используем сапог, значит, у нас должна быть лошадь. Да, он должен быть садник, соответственно, у тебя должен быть саднический комплекс. Если в Шестовице, понятно, это территория Южной Руси, это прям пограничие с хазарским каганатом, с кочевой культурой, в самой Шестовице там достаточно широко представлены, в том числе и предметы конской культуры, там те же самые сбру и стремена. На севере ситуация немножечко другая. Поэтому, возможно, там просто сапоги были не нужны. А может быть, на самом деле, там и опять-таки все конники ходили в сапогах и в той же самой Скандинавии, но археология нам пока не дает этого. Поэтому тут это все зависит от обоснования. А как статусная? Как статусная? Ну, те же самые хасавуты, которые на мне представлены, они весьма сложного кроя. И они присутствуют как на венгерской теоретике, так и доживают на иранских блюдах 11-12 века. Это опять-таки те же самые фигурные швы на голенищах, они имеются на многих изобразительных источниках у многих народов. Что опять-таки говорит в пользу того, что взаимный культурный обмен был весьма широк. и он отражается на многих предметах. Поэтому, да, для раннего средневековья опять-таки на самом деле как и в принципе для всей жизни характерно, что была какая-то простая вещь, была и богато украшена. Могли быть какие-то простые сапоги, как вот новгородские 11-12 века известны, а могли быть сапоги, которые украшены латунной проволокой на примере гипотетических сапог из Чернигова. Поэтому все зависит опять-таки от самой находки конкретной и от чего отталкиваться. Добрый вечер. В основном в реконструкции венгерского костюма используется ламский материал, как правило, у многих. Насколько будет обоснованнее использовать тюрско-иранский как раз? Начиная по находкам, кончая роспись теперь же кем-то и архиевский материал того же Алтайского края. Как я говорил, все зависит от обоснования. В современной Венгрии, например, ин-ситу достаточно хорошо сохраняется, то есть вещи, которые найдены на своих местах на момент тероскопа. И вещи, пуговицы, застежки говорят о том, что присутствовал боковой запах. По сохранившимся каким-то накладкам в женских, мужских погребениях можно говорить о том, что были вещи не только там с прямым запахом, были и с косым в том числе. И вот от этого мы уже можем отталкиваться, конструируя, моделируя ту или иную версию, которая может базироваться как на тюркских источниках, как на иранских. Главное, чтобы это было обосновано на тех или иных моментах. Поэтому, как я говорил, в реконструкции точно моделированный образом невозможно. Если, конечно, мы не берем, условно говоря, точный предмет и мы его реконструируем в рамках его локации, в рамках его региона, того этноса. И это проблема на самом деле того же самого венгерского, венгерской реконструкции. Потому что, что бы ты ни делал, если у тебя нету каких-то ярких маркерных моментов, ты все равно в глазах других людей будешь аланином, хазарином. Потому что, это проблема, это реалия, с которой приходится сталкиваться. Но вот она так и есть. Вопрос на территории, например, Алтая у тюрков довольно больше найдено фрагментов кафтанов. Шитья, как они были скроены, можно ли это использовать? Если обосновать на то, что в составе конфедерации были те же самые тюрки, это одна из рабочих версий. То есть это, в принципе, все рабочие версии, потому что у нас других нет. Поэтому главное это обосновать. То есть не просто потому что там вот так хочу, 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 а потому что привести все эти цепочки, линии и тем самым обосновать свою версию. Обосновать. Здравствуйте. Спасибо за лекцию. Такой вопрос по поводу зимней одежды. Мы что-то знаем у венгров? Как она, может быть, украшалась? Что именно они носили зимой? Потому что из того, что представлено, я так понимаю, это летние какие-то варианты были. Больной вопрос. В современной, по крайней мере, археологическом материале, в той же самой паноне, есть достаточно богатый пласт находок фрагментарных, но их достаточно много, всевозможных текстильных элементов, но это в основном шелк и лен. Лен-конопля. И, к слову, льняные вещи в период раннего средняковья красились крайне редко, особенно в рамках кочевой культуры, потому что лен, как правило, использовался в качестве там и сподней одежды, какой-то промежуточного слоя в одежде, и красить это было непрактично. Ну, во-первых, когда-никогда и нечем, а во-вторых, мы ходим во льне, сами реконструкторы, мы в нем потеем, работаем, соответственно, краситель выстирывается. И археологический материал подтверждает, кстати, то, что оно, в принципе, могло быть так, потому что нет пока ни единого элемента крашеного кусочка льна или шерсти. Шерсти вообще не найдено. И вот, возвращаясь к вопросу о утепленной одежде, значит, в Больших Тиганах, в том же самом женском погребении, о котором я говорил, это, собственно, были остатки шубы, то есть была меховая одежда, подбитая мехом, которая сверху крылась шелковой покрышкой. Если говорить о более простых материалах, например, той же самой шерсти, в византийских описаниях, не, вру, по-моему, Ибн Руст описал, что венгры изготавливали свою одежду в том числе из простого сукна, ну, по крайней мере, как перевод дает, то есть как бы шерсть, она могла использоваться, она в археологии отражена только в виде всевозможных саунов и подстилочек, но в письменных источниках, по крайней мере, говорится, что какие-то шерстяные ткани использовались. И это, на самом деле, в принципе, логично, потому что, будучи кочевой культурой, которая завязана на скотоводстве, не использовать шерсть, это, мягко говоря, очень странно. Просто шерсть до нашего времени не дошла. Есть один маленький, скажем так, такая лазейчика. На территории современной Словакии есть погребение, оно достаточно известное в Земплине. Там похоронен предположительно вождь Алмаш, то есть тоже достаточно легендарная личность для венгерской культуры. Один из вождей, который, собственно, привел конфедерацию в современную Панонию, это вот как бы отец Арпада. А Арпад для венгров это сродни нашему Святославу. Так вот, в его погребении есть, он задокументированно описан, кусок шерсти саржевого переплетения. Он простой, то есть как бы без крошений, он простой, но тем не менее он там зафиксирован. Поэтому шерстяную одежду скорее всего использовали. Конечно, использовали, потому что шерсть как самый доступный, самый архаичный, самый доступный материал, просто он практически в нулевом эквиваленте сохранен в археологии. Поэтому из теплых вещей рабочим вариантом у нас остаются шубы, там овчины из более дорогих мехов, потому что они достаточно широко представлены в синхронных культурах кочевых, поэтому это как самый беспроигрышный вариант. И аккуратненько можно использовать некрашенную шерсть в рамках реконструкции того же венгерского образа. Еще? Спасибо большое, Никита. Большое спасибо вам. Коллеги. Да. Спасибо.